всех приветствую на канале отвертка канал домашнего мастера в сегодняшнем видео мы рассмотрим вопрос как передать изображение с android компьютера или ноутбука на windows 10 по вай фай впервые функция использования компьютера или ноутбука с windows 10 в качестве беспроводного монитора то есть для трансляции изображения по вай фай для android телефона планшета или другого устройства с windows появилась еще версии 1607 это в 2016 году в виде приложения подключить текущей версии 1809 мы будем рассматривать это 8 2018 года это функциональность в большей степени интегрирована в систему появились соответствующие разделы в параметрах кнопки в центре уведомления и так далее но продолжает оставаться в бета-версии в этой виде инструкции мы расскажем подробно о возможностях трансляции на компьютер windows 10 в текущей реализации о том как передать изображение на компьютер с android телефона или другого компьютера ноутбука и об ограничениях и проблемах с которыми при этом можно столкнуться также у нас есть отдельное видео на канале отвертка под названием как подключить ноутбук телевизору по вай фай для передачи изображений так что милости просим на канал отвертка смотрим наше новое видео и так основное требование для того чтобы вы могли использовать рассматриваемые возможности это наличие включенного вай фай адаптера на всех соединяемых устройство желательно также чтобы они были современными подключение не требует чтобы все устройства были подключены к одному вай фай роутеру не требуется также его наличие устанавливается прямое соединение между ними ну начинаем рассматривать первый вопрос и так он называется настройка возможности передачи изображения на компьютер или ноутбук с 10 виндой и так для того чтобы включить возможность использования компьютера с 10 виндой в качестве беспроводного монитора для других устройств можно в принципе как бы и нужно выполнить некоторые настройки можно и не выполнять о чем также будет упомянуто ниже первое заходим в пуск дальше в параметры следующая система и следующее проецирование на этот компьютер второе укажите когда возможно проецирование изображения есть у нас возможность доступна везде или доступна везде в защищенных сетях в моем случае удачная работа функции происходило лишь в случае выбора первого варианта это доступно везде мне так и не в принципе и осталось не вполне ясным что здесь подразумевается под защищенными сетями но это другой вопрос третье дополнительно вы можете настроить параметры запроса на подключение отображается на устройстве к которому подключаются и пин-кода запрос отображается на устройстве как с которого производится подключение а сам пин-код на устройстве к которому подключаются и так если в окне настроек параметров проецирования на этот компьютер вы видите текст на этом устройстве могут быть проблемы с отображением содержимого так как его аппаратная часть не была специально разработана для беспроводного проецирования обычно это говорит об одном из случаев и так первый случай это установленный вайфай адаптер не поддерживает технологию мира каст и делает это не так как ожидает сама 10 винда на некоторых именно старых ноутбуках и персональных компьютерах с вайфаем следующие не установлены правильные драйверы беспроводного адаптера рекомендую вручную устанавливать x сайта производительного булка или моноблока или если это персональный компьютер с вручную установленных установленным вайфай адаптером сайта производителя именно этого адаптера что интересно даже при отсутствии заявленной производителем поддержки мира каст со стороны вайфай адаптера встроенные функции трансляции изображения 10 винды иногда могут исправно работать возможно здесь задействованы какие-то либо дополнительные механизмы как было отмечено выше указанной настройки можно и не изменять если оставить в параметрах проецирования на компьютер пункт всегда отключена но вам потребуется однократный запуск трансляции просто запустите встроенное приложение подключить можно найти в поиске на панели задач или в меню пуск а затем с другого устройства подключиться следуя инструкции описаны ниже переходим к рассмотрению следующего 2 интересного вопроса и так подключение к 10 винде как к беспроводному монитору вы можете передать изображение на компьютер или ноутбук с 10 виндой с другого аналогичного устройства в том числе windows 8.1 или android телефона или планшета для трансляции с android обычно достаточно выполнить следующие шаги первое если на телефоне или планшете выключен вай фай то включите его второе откройте шторку уведомлений а затем потяните еще и и еще раз чтобы открыть кнопки быстрых действий третье нажмите на кнопки трансляции или например для телефона samsung galaxy smart view на galaxy может также потребуется пролистать кнопки быстрых действий вправо если они занимают два экрана четвертый шаг подождите некоторое время пока в списке не отобразится имя вашего компьютера нажмите по нему 5 если в параметрах проецирования включены запросы на подключение или пин-код дайте соответствующее разрешение на компьютере которому выполняется подключение или предоставьте пин-код шестое дождитесь подключения изображение с вашего android устройства будет отображаться на вашем компьютере идем дальше и скажу следующее здесь вы можете столкнуться со следующими нюансами первый нюанс если пункт трансляция или аналогичный отсутствует среди кнопок попробуйте действия из первой части нашей видео инструкции под названием передача изображения с android на телевизор она у нас есть на нашем канале возможно опция находится еще где-то параметрах вашего смартфона можно попробовать использовать поиск по настройкам второй нюанс если на чистом андроиде после нажатия кнопки трансляция доступных устройств не отображается попробуйте нажать настройки в следующем окне они могут инициализироваться уже без проблем это было замечено на шестом и седьмом андроиде идем дальше для подключения с другого устройства с 10 виндой возможны несколько методов и самый простой из них следующие первое нажмите клавиши вин плюс п это латинская п на клавиатуре компьютера с которого выполняется подключение второй вариант нажать кнопку соединиться или передать на экран в центре уведомлений предварительно если у вас отображается только четыре кнопки нажать развернуть второе действие в открывшимся справа меню выберите подключение к беспроводному дисплею если пункт не отображается ваш вай фай адаптер или его драйвер не поддерживает данную функцию третье когда списке отобразится компьютер которому подключаемся нажмите по нему и дождитесь завершения подключения может потребуется подтвердить подключение на компьютере к которому подключаемся после этого начинается трансляция четвертое при трансляции между компьютерами и ноутбуками windows 10 можно также выбрать оптимизированный режим подключения для разных типов контента просмотр видео работа или игры однако играть вероятнее всего не получится разве что настольные игры скорость недостаточно важное замечание если при подключении что-то не получается обратите внимание на последний раздел наши видео инструкции некоторые наблюдения из него могут оказаться полезными мы в конце нашего видоса давайте рассмотрим текущие проблемы при использовании передачи изображения на windows 10 и так помимо уже указанных проблем с возможностью ввода во время тестов заметил следующие нюансы первый нюанс иногда первое подключение работает исправно затем после отключения повторное становится невозможным беспроводной монитор не отображается и не ищется в этом случае помогает вот один из возможностей иногда вот помогает это ручной запуск приложения подключить или отключения возможности трансляции в параметрах и повторное ее включение иногда помогает перезагрузка да это верный шаг ну и обязательно убедитесь что на обоих устройствах включен вай-фай модуль следующий нюанс если подключение не удается установить книги никаким способом не происходит подключение не виден беспроводной монитор большая вероятность что дело в вай-фай адаптере причем судя по отзывам порой это происходит и для полностью поддерживающих мира каст вай-фай адаптеров с оригинальными драйверами в любом случае попробуйте ручную установку оригинальных драйверов предоставленных производителем оборудования ну и в конце нашего видео общий такой короткий итог эта функция работает но не всегда и не для всех сценариев использования тем не менее быть в курсе такой возможности думаю будет вам очень и очень полезно это канал отвертка канал домашнего мастера и наш партнер сайт ремонт к точка про я думаю данная информация была вам полезна подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки нажимайте на колокольчик смотрите наши стримы с нами будет интересно